Микс Ньюс 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 развивалась и была как бы демократической, была европейской. Вот это мой выбор. Я могу сказать, что я точно не голосовал ни за Бойко, ни за Вилкула, ни за остальных, которые для меня неприемлемы. А кого вы видите на посту президента Украины сегодня? Хороший вопрос. Вы знаете, для меня важна стабильность. Я бы хотел, чтобы нынешний курс, при всех его, как сказать, недостатках и недовольствия людей, оно очень значительное. И я бы сказал, даже есть определенная ненависть к Петру Порошенко среди людей. Это правда. Но мне бы хотелось, чтобы этот курс сохранился, а уже персоналия, которая его будет вести дальше, наверное, не столь принципиально. У нас есть звонок. Примем его. Здравствуйте. Как вас зовут? Доброе утро. Да, слушаем вас. У меня вопрос к вашему гостю. Он хочет, чтобы сохранился курс, который сейчас, а нынешний курс показал полную анархию господина Порошенко, и то, что победил человек и политик, это подтвердил, что вся политика Порошенко и власть, она приведет страну в никуда. Неужели ваш гость этого не понимает? Спасибо. Да, вот такой вопрос. Вы знаете, я бы отделил эмоции от реальности. Есть альтернатива? Есть какой-то другой курс, который приведет к успеху? Или, знаете, паспудно вот такое звучит. Давайте как бы что-то изменим. Изменим куда? В сторону таможенного союза? Это союза с Россией, а какая страна из этого союза получает очевидные дивиденды? Никакая. Поэтому здесь скорее можно говорить о том, что коррекция в рамках действий и политики в сторону Европейского союза, в сторону НАТО, но никак не отказ от этого курса. Что касается управляемости и организованности, то любой из звонивших к вам может спокойно купить билет и прилететь в Киев и посмотреть, какое-то... Вот сейчас уже весна становится более предметной и скоро будет совсем тепло. Посмотреть, насколько город красив, цветущий, все работает, все открыто. Никаких проблем с какой-то анархией, ничего этого нет. Поэтому давайте отделять пропаганду и ложь от реалий. Украина развивается. Хотелось бы, чтобы это развитие было более весомым и значимым для людей, но отрицать то, что есть успехи, глупо. Вы заявили, что выборы на Украине прошли демократично. Как вы оцениваете то, что миллионы украинцев, проживающих в России и на территории Донецка и Луганска, они не смогли принять участие, имея гражданство Украины, так как на этих территориях не было просто избирательных участков? И все это объяснялось соображениями безопасности и возможным влиянием российским давлением, да? Но так или иначе, на ваш взгляд, это честно все-таки? Ну, знаете, Анна, на этот вопрос очень легко ответить. На прошлых выборах, при том, что были все избирательные участки открыты в Москве, в Питере, в Новосибирске, в Екатеринбурге, проголосовало 1125 граждан Украины. Не 3 миллиона, а еще раз цифрами 1125. Поэтому говорить о том, что вот 3 миллионам граждан запретили голосовать или не дали им этой возможности, это все чушь. При том, когда были открыты все участки для голосования на прошлых выборах, изъявили желание исполнить свой гражданский гол долг чуть больше тысячи человек. Поэтому это все как бы крапленная карта, и она даже серьезно не может рассматриваться. Чего же раньше не голосовали, когда никто не мешал? Ну, независимо от количества, которое пришло бы найти так или иначе, вы считаете это честным, что не было участков на этих территориях? Еще раз повторяю, Анна, выборы в Украине. В Украине, не в России, не в Белоруссии, не в Прибалтике, а именно на территории Украины. Для граждан Украины гражданский долг приехать на свою родину и проголосовать, а не искать, где бы проголосовать в какой-нибудь другой стране. Это, по-моему, очевидно. Если вы так любите свою родину, купите билет, как я, приезжайте и проголосуйте. И не надо нам рассказывать о том, что где-то еще не открыло. Может, надо было еще открыть где-нибудь на Аляске? Вячеслав, у меня в Киеве живет очень давняя-давняя подруга. У нее пенсия полторы тысячи гривен, за газ она платит тысячи четыреста. На что ей жить? И вы говорите, что там хорошо живется. Какой у вас вопрос? Вы понимаете, что страна... Александр. Мой вопрос такой. Страна отброшена ли на 20 лет назад или нет? Вы посмотрите, что творится с экономикой. Экономика просто у них уничтожена практически за счет России, потому что нет в России никаких контрактов. Да, мы поняли вопрос, не отброшена ли страна на 20 лет назад. Ну, знаете, это как бы набор клише, который уже, честно говоря, надоел. Ну, во-первых, те, кто получает маленькую пенсию, у них субсидия. И они платят за квартплату где-то 15% своего дохода. Поэтому говорить о том, какое там еще за отопление, просто бессмысленно. Она не платит тысяча четыреста гривен за отопление. Это первое. Второе. Меня всегда веселят ссылки у моей знакомой, у моего знакомого, у брата моего знакомого и его кума, и так далее, и так далее. Я еще раз говорю, если вы хотите увидеть правду, приезжайте и посмотрите. А о том, сколько платят за коммунальные услуги в России, граждане России, я тоже знаю, могу называть эти цифры. Они больше, чем в Украине. Поэтому давайте мы это оставим. Что касается договоров с Россией, каких-то экономических, то есть эти отношения. Они, товарооборот, при всем, при кризисном состоянии двусторонних отношений, он растет. И здесь нет никаких-то особых проблем. Другой вопрос. А кому принесло счастье и благосостояние торговля с Россией? Может, Казахстан, у которого 162 миллиарда долларов внешнего долга. Или Белоруссия, у которой 39 миллиардов долларов внешнего долга. При том, что эти страны имеют население в разы меньшее, чем Украина. Украина при этом имеет всего 70 миллиардов внешнего долга. Поэтому, знаете, уже надоело это вранье. Приезжайте и посмотрите, как живут украинцы. Ну вот вы сказали о том, что радиослушатели подвержены стереотипам, и пропаганда работает. Ваше участие в ток-шоу на российских каналах многие обсуждают, многие даже осуждают. Вот как вы считаете, не являетесь ли вы тоже частью этой пропаганды, элементом этой пропаганды? Как вы сами относитесь к своему участию в ток-шоу на федеральных каналах в России? Вы знаете, это было совершенно случайностью, когда 4,5 года назад меня пригласили на такое ток-шоу первый раз. Я приехал, это было как приключение, экспириенс. Я как бы думаю, ну вот я скажу то, что хочу сказать. Они как бы возмутятся правдой, и на этом мы расстанемся. Я вижу, потом говорят, я жёстче начал высказываться очень. Они говорят, да нет, всё нормально, давай дальше. И это было совершенно, знаете, иногда как бы человек предполагает, а вот судьба располагает. Это стало каким-то вот уже, ну вот как-то оно пошло, пошло. И я решил, и это правильно. А почему должен отказываться от возможности сказать правду? Если такая возможность есть, я её буду говорить. А вы знаете, паскудная мысль, которая всё время звучит. Давай ты ездить не будешь, а мы тут привезём каких-нибудь ванек или там ещё кого-то. И они будут лепить то, что нам хочется слышать. Не дождётесь. Буду ездить столько, сколько буду считать нужным. Точка. Ну вот в интервью «Медузе» вы сказали однажды, что вас позвали на ток-шоу, так как слушать одно и то же мнение людям просто становилось скучно. Но также вы отметили, что без одобрения Кремля этого бы не было. Вы бы не появились на федеральных каналах. Получается, что косвенно вы работаете на Кремль, повышая рейтинги этим ток-шоу своим мнением. Вы знаете, мы все на кого-то работаем, условно говоря. И вы, находясь в студии, тоже являетесь сотрудниками радиостанции. Я не вижу здесь какого-то особого положения. У меня нет никаких отношений. Никаких. Я точно так же, как и другие мои коллеги. Они видят меня в самолёте в понедельник утром и в пятницу или в субботу утром летящего назад. Если бы были какие-то, знаете, объяснения, что вот что-то такое особенное, это было давно уже появилось в сети. Сливы, какие-нибудь фото, какие-нибудь там тексты, объяснения. Я уверен, что мой телефон прослушивается, моя почта просматривается. Поэтому я бы сказал, что это был... Я знаю, что там каналы борются за рейтинги, это нормально. Ну ладно, мы будем использовать эту их борьбу для того, чтобы доносить своё слово правды. Ну вот говорят о том, что приглашают человека с другой точкой зрения для того, чтобы сделать из него мальчика для битья. Грубо говоря, вы один и у вас 10 оппонентов. И у вас нет возможности равноценно донести свою позицию. Вот у вас не возникает иногда ощущение, что вас как раз используют для того, чтобы легитимизировать определённую позицию, за счёт того, что вроде как есть другая точка зрения, но всё равно вы неконкурентоспособны в этом смысле. Я думаю, это очень, знаете, такой упрощённый, вульгарный подход. Первое. Давайте говорить о фактах. За 4,5 года, которых я здесь, россияне убедились на своей жизни, что та политика, которую проводит Кремль, привела к снижению уровня их жизни, то, что они чувствуют каждый день, и это подтверждает даже российский Роскомстад. Они чувствуют, что их жизнь, собственно, никак не улучшится в ближайшее время. Поэтому это скорее, знаете, такая вот возможность, ну, не может не выпустить пар, но, по крайней мере, сказать, ну да, вот нам всем тут, россиянам, тяжело, и даже пускай вы знаете об этом, мы даём возможность сказать об этом, почему это. А кто будет, как бы, транслировать, неужели вы думаете, что Дмитрий Анатольевич Медведев или Владимир Владимирович Путин выйдет и скажет, вы знаете, вот наша политика привела к падению вашего уровня жизни. Поэтому, извините, а, было, да, такое, когда денег нет, но вы держитесь. Поэтому это должен сказать кто-то другой, который, как бы, ещё с другим гражданством, да, как бы, обеляет возможности, и их политику обеляет. Ну, что ж, такая жизнь. Да, сейчас мы сделаем небольшой перерыв и потом вернёмся и продолжим. Украинский политолог Вячеслав Ковтун сегодня с нами на прямой связи. Мы продолжаем, это программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссёр Евгений Копейн. С нами на прямой связи украинский политолог Вячеслав Ковтун. Ещё раз здравствуйте, Вячеслав Николаевич. Здравствуйте, Анна и Вадимир. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672 12 93 9 и 672 13 93 9. Звоните нам также из-за рубежа код плюс 371 и пишите в WhatsApp 230 6191. Вячеслав Николаевич, ну вот на российских ток-шоу вы отстаиваете интересы Украины. Как правило, в то же время вас внесли в список миротворец на территории Украины. Для вас это стало неожиданностью, по крайней мере, как вы это комментировали. Почему это произошло? Вы знаете, эмоции и как бы реальные какие-то разные мнения в Украине, они очень сильные. И это свидетельство о том, что кто-то решил таким образом поступить. Я не думаю, что это может или как-то отразиться на моей жизни. Скорее наоборот, очень многие в России поняли, что я не имею никакого отношения к украинской власти и делаю это совершенно, ну, вот так вот, как есть. Поэтому даже это негативное, то, что меня внесли, для меня это было, ну, как оскорбление. А я, по сути, оно только сыграло мне в плюс. Для тех людей, которые по-другому на меня взглянули и поняли, что я никак не связан с украинской властью и делаю это искренне. Ну, вот в СМИ сообщалось, что вас туда включили за осознанное участие в антиукраинских пропагандистских российских акциях за материальное вознаграждение. Вы знаете, как говорится, о заборе тоже пишут. И то количество людей, которые внесены в этот сайт, на сайт Миротворец, ну, мне просто... Там и Юлия Тимошенко, там и Анатолий Грисенко, кандидаты в президенты. Там значительная часть и в том числе и украинских журналистов, которые работают в Украине и никогда не ездили в Москву. Поэтому здесь это такая, знаете, ну, включили, что жизнь продолжается. Вам не платят за участие в ток-шоу? Нет, конечно. Зачем вы посещаете их? Мы уже говорили об этом. Зачем посещают? Для того, чтобы донесли слово правды. Примем звонок. У нас радиослушатель на линии. Слушаем вас. Здравствуйте. Добрый день, господин Ковт. Добрый. Я хочу только сказать, что позиция странная такая. Внесли в Миротворец? Бог с ним. Побили на передачу у Соловьева? Бог с ним. А вы доносите правду, вроде бы как, правду. И получается так, что вы доносите правду об Украине на российские деньги. Поэтому вы в России живете без вылаза за 4 года и только 2 дня в неделю уезжаете на Украину. Какой у вас вопрос? Давайте без реплик, чтобы гость... Вопрос, да. Подойдите, еще вы останавливаете меня. Вы задавайте, пожалуйста, вопрос. Я всегда останавливаю в этих программах без реплик, пожалуйста. А вопрос такой. Скажите, пожалуйста, откуда вам знать, как живут на Украине, если вы там бываете 2 раза в неделю? Да. Вот такой вопрос. Этот вопрос очень легко ответить. Мне 51 будет через месяц. Я всю свою жизнь прожил в Украине, в Киеве. Сотни, тысячи людей могут подтвердить каждый день моей жизни. Поэтому говорить о том, что я не знаю, как живет моя страна, ну, это просто даже не комментируется. Я прекрасно знаю, как живет страна и народ. В отличие от тех, кто все смотрит и через телевизор, но никогда не купит билет и не поедет, и не посмотрит, как живут украинцы. Настоящие, реальные, каждый день. Которые работают, растят детей, строят свою жизнь. Что касается вот этого посыла, вот вы говорите на российских каналах, а где мне говорить? Вы хотите, чтобы я молчал? Этого не будет. Пока у меня будет возможность говорить, я буду говорить. И вы можете сделать с этим что угодно. Но вы ничего не можете. Спасибо. Еще звонок у нас. Здравствуйте. Сдавайте вопрос, пожалуйста. Здравствуйте. Слушаем вас. Так, сорвался на звонок. Да, перезвоните нам. 6-7-2-12-93-9 и 6-7-2-13-93-9. Нина спрашивает у вас в Фейсбуке. Пощечины и затрещины на телевидении заранее запланированы. Вы знаете, я подал в суд российский на то, что произошло. Выиграл его. Но когда была подана апелляция, выяснилось, что те, кто следователи, которые вели это дело, специально нарушили сроки по формальным признакам. То есть там есть определенное время рассмотрения заявления. Они нарушили его на несколько дней. Поэтому приговор суда, обвинительный, в отношении обидчика, был отменен. На это я никак повлиять не могу. Это говорит о том беззащитности не только украинцам, но и россиян перед вот этой, знаете, судебной машиной и наплевательским отношением к своим обязанностям силовиков и правоохранительных органов. Кроме этого, никаких других нападений за вот 4,5 года не было. Поэтому, знаете, это еще один такой посыл. А вот на тебя нападают. Может, ты больше не будешь приезжать. Опять повторяю, не дождетесь. Спасибо. А что вы чувствуете, кстати? Ну, это же достаточно эмоциональные моменты, которые происходят на ток-шоу. Тот случай, о котором мы говорили. Вообще чисто по-человечески. Как вы это переживаете? Ну, этот случай произошел уже 3 года назад. Еще раз вот, 3 года назад. После этого ничего не было. Это было практически в самом начале. Те, кто хотели меня как бы удалить из телеканалов, они писали петиции руководству телеканалов. Там еще что-то выступали. Объявали мне бойкот. А потом тихонько утерлись. Утерлись. И начали приходить на те ток-шоу, где я участвую. Поэтому спокойно я чувствую себя победителем. Это они теперь пытаются рядом со мной где-то погреться в лучиках. Потому что сами по себе они интересны и ничего из себя не представляют. Еще звонок у нас, да? Слушаем вас. Добрый день, Александр. Да, Александр. Задавайте вопрос. Вот я хотел вопрос задать господину Ковтену. Но он уже столько отвечал по телевидению и по радио, что я хотел бы послушать, что думают о нем телезрители и радиослушатели в Латвии. И прошу господина Родионова, зрителей и слушателей, не прерывать. Спасибо. Да, спасибо вам. Прерывать мы будем, если будут реплики, а не вопросы. Потому что формат программы «Абонент доступен», предусматривает возможность задавать вопросы. Давайте уважать других радиослушателей, которые хотят задать вопрос нашему гостю. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день. Сергей, зовут меня. Да, здравствуйте. Какова вероятность, что во втором туре президентских выборов будет применено насилие, вплоть до устранения конкурента, да? И второй вопрос. Стоит ли, даже в случае проигрыша господина Зеленского, стоит ли ему потом организовать свою партию? Спасибо. Да, спасибо вам. Вы знаете, я не вижу каких-то предпосылок для, и верю в это, что будет проявлено насилие по отношению к кому-то из кандидатов в президенты. В конце концов, у нас мощная правоохранительная система, она задействована на полную катушку, и есть люди, которые отвечают за безопасность. У нас было много прогнозов, в основном кремлевских, о том, что будут какие-то теракты, будут какие-то, знаете, массовые акции протеста. Ничего этого не произошло. 31 марта всё прошло мирно, организовано, свободно. Поэтому я очень надеюсь и верю в то, что и 21 апреля всё пройдёт так же. Что касается проигрыша Владимира Зеленского, ну, я не готов сейчас это обсуждать. Я не вижу каких-то действий и Порошенко, и Зеленского, вот после объявлений итогов выборов, первого тура выборов, это было вчера, вот их планы, тактику на второй тур. Может, неделю через 10 дней я смогу что-то говорить предметно, пока нет у меня никаких мыслей. Да, ещё у нас был звонок, ну, вот я задам вопрос из Фейсбука, Алексей у вас спрашивает, если он, то есть вы человек, который делает свой выбор свободно, почему не назвал, кого поддерживает, за кого проголосовал? Я ему не верю, вот так написал Алексей. Вы знаете, всё время есть попытка узнать какую-то информацию обо мне, о моём выборе, с тем, чтобы использовать её каким-то образом против меня или поставить мне её упрёк. Я уже настолько, ну, как бы, съел пуст соли на вот этих таких подходцах, на каких-то вот таких гнилых вопросах, что я на это не поддамся. Я имею право делать свой выбор тайно и свободно. Я его сделал. Не нравится? Расскажите о том, как вы голосуете. А я вас послушаю. Спасибо. 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Здравствуйте, как вас зовут? Задавайте вопрос. Добрый день. Да, Лариса. Я хотела спросить, вот если, ну, Вячеслава, если вам не платят за участие в ток-шоу, тогда на какие деньги, кто вам оплачивает пребывание в России и постоянные перейдёты из Украины в Россию и обратно? Спасибо. Да. Да, спасибо вам. Тут нет никакого секрета, уже много-много раз отвечал. Всем, кто прилетает в Россию на ток-шоу, конечно, оплачивают и билеты, и передвижения внутри России, и тех, приглашающая сторона. Телеканалы. Все. Это известно. Спасибо. Да, я это могу подтвердить, потому что меня несколько раз приглашали для участия в российском ток-шоу. Они действительно оплачивают билеты и перелёты, но деньги за участие мне ни разу не предлагали. Но это от себя добавлю. Телефоны прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните нам также, пишите по WhatsApp 230-6191. Да, Вячеслав Николаевич, вот до 31 марта, то есть до украинских выборов, вы выступая на ток-шоу, говорили, что не берётесь обсуждать лидеров. Почему? Сложный вопрос. Я могу сказать, что я, ну, так или иначе, вынужден был раскрыть свою позицию. Где-то за две недели до выборов я сказал, что вот по моим ощущениям и разговорам в Киеве рейтинг Владимира Зеленского стремительно растёт. И это было уже как бы первым посылом. Это легко проверить. Это было на вечернем шоу Соловьёва. Когда мне задавали более конкретный вопрос, кто победит, я сказал, что мужчина. То есть я автоматически отбросил, и это опять звучало несколько раз, отбросил лидера Батьковщины Юлия Тимошенко из второго тура. Поэтому в тех пределах, которые я сам для себя обозначил, я позицию свою выдержал. Я сказал о том, что, безусловно, фаворитами будут два человека, два мужчины. Это Зеленский и Порошенко, а Тимошенко там не будет. Так и произошло. Поэтому более конкретно, знаете, кто победит, это была бы агитация, и мне не хотелось её вести. Я пытаюсь немножко отстраниться и говорить о том, как я вижу будущее Украины. Посмотрим. Может быть, ближе ко второму туру, к дате голосования, я более предметно обозначу, кто будет победителем. Пока я этого делать не хочу. Опять объясню, почему. Я не вижу действий и тактики обоих участников второго тура, которые они предложат избирателям. Пока мы ничего не увидели. И тогда уже, когда мы её увидим, тогда можно будет говорить. Ещё звонок у нас. Здравствуйте. Как вас зовут? Алло. Добрый день. Добрый день. Как вас зовут? Александр меня зовут. Да, Александр. Вопрос к гостю. Не допускает ли ваш гость вероятность того, что во втором туре Зеленский снимет свою кандидатуру по той или иной причине? Лично я для себя в этом абсолютно уверен, что так произойдёт. Ну, пользуя Порошенко, естественно. Да, спасибо. Да, спасибо. Может такое быть, как считаете? Я не думаю. Знаете, у каждого человека есть амбиции. Амбиции – это то, что возвышает, то, что заставляет тебя работать, становиться лучше. Любой из вас, вы, Анна, хотите быть лучшим. Если вам судьба даёт такую возможность, то отказываться от неё, стать президентом Украины – это не просто неразумно. Это, ну, как бы для человека. А Зеленский показал свою амбициозность бессмысленно. Поэтому нет, конечно, он не снимет кандидатуру и будет бороться за победу. Точка. Ещё звонок у нас. Здравствуйте. Как вас зовут? Да, мы слушаем вас. Пожалуйста, говорите. Добрый день. Да, как вас зовут? Вовочка меня зовут. Вячеслав Николаевич. Хотел задать вам парочку вопросов. Значит, спрашивал у Венедиктова тот же самый вопрос про ток-шоу. Он вас конкретно назвал в этой передаче, где вы сейчас находитесь, назвал вас куклой, подставным лицом, а не вас одни. Ответьте не мне, может быть, ответьте через меня, господину Венедиктову. Второй вопрос. Вы сейчас находитесь в Москве. Вот квартира эта у вас в Москве или вы в отеле? Просто как бы так интересно. Ну, конечно, в Москве. Через два часа ехать на очередное ток-шоу. Это ваша квартира или вы в гостинице где-то? Нет, это не моя квартира. Больше я ничего отвечать не буду. Безусловно, я нахожусь в гостинице. Точка. Что касается Венедиктова. И после Майдана. Знаете, человек пенсионного возраста, высший в террасу, которого не зовут больше Путину, а он этим всегда гордился, готов был, чувствует обиду и такое, знаете, что вот о нем забыли. Поэтому все люди, кто находится как бы в фокусе общественного внимания, для него соперники или как бы он им просто завидует. Мне жаль Бенедиктова. Он уже отыгранный материал. До свидания. Что касается второго вопроса, радиослушатель хотел его забрать. Да, задавайте, пожалуйста. Да, и после Майдана вы можете сказать, как у вас в Украине выросли коммунальные платежи во сколько раз? И думаете ли вы после вступления в Европу подрастет ли это или нет? Вот у нас в Латвии конкретно это выросло, ну не знаю, там в раз пять точно. Я могу сказать, я совсем недавно платил за квартиру, это около трех тысяч гривен умножить на два с половиной, это семь с половиной тысяч рублей, чтобы вам было понятно. Ежемесячно. Вот пока есть отопительный сезон. Когда отопительный сезон, а сейчас он закончился, батареи отключили, то это будет минус две тысячи гривен или минус пять тысяч рублей. Я отчетливо все сказал, еще раз повторяю, во время отопительного сезона при всех повышениях это семь с половиной тысяч рублей. Когда отопительный сезон заканчивается, это две с половиной тысячи рублей в месяц. Вы меня услышали? Спасибо. Есть еще у нас звонок? Да, примем его, слушаем вас. Здравствуйте. Да, задавайте вопрос. Сегодня утром биткоин подорожал на 15 процентов, там порядка 12 миллиардов зашло. Как вы думаете, может это Порошенко туда деньги перевел? И второе, анекдот в тему. Зеленский попросил у России денег за оккупацию, в Кремле посмеялись и пригласили выступить с Зеленского на новогодние елки в Кремле. Спасибо. Что касается биткоина, вы знаете, это пример возгонки такого товара, который достигал 20 тысяч долларов за биткоин, а потом упал до четырех. То есть я думаю, я как-то связан, мои друзья связались с биткоином. И вот в прошлом году была конференция по биткоинам и по блокчейну в Киеве, и там собралось большое количество людей, все были так вот воодушевлены. А в этом году прошла такая же конференция. Так вот, людей было примерно в четыре раза меньше. Мне кажется, что биткоин это вот один из таких вот инструментов, который уже сдулся. Что касается анекдотов, ну, знаете, я готов смеяться, только мне этот анекдот не кажется смешным. Да, но Зеленский действительно заявил, что будет требовать компенсацию за оккупацию? Ну, тем самым он заявил о своей позиции. Как он будет реализовать эту позицию в случае избрания президентом, посмотрим. Я пока не готов обсуждать. Я услышал то, что он сказал вечером в день выборов в своем избирательном штабе о том, что он скажет Путину. Но это было достаточно очевидно, резко и не предполагает какого-то соглашательского или капитулянского подхода. Насколько он и выдержит эту позицию в случае избрания президентом, посмотрим. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Валентин. Да, Валентин. У меня к Офтуну вопрос такой. Когда он говорит правду в одной из передач на российском телевидении за него бабушка 90-летняя голосовала. А сейчас он утверждает, что он сам поехал, сделал селфи и все прочее. Тут фуфайку толкает. Всего доброго. Да. Что за история с бабушкой? Я вообще не знаю, о чем вы говорите. Мое селфи можно увидеть на фейсбуке, на моей страничке. Вы можете прямо сейчас зайти на мою страницу, Анна, и выставить фото, мое селфи на избирательном участке, чтобы граждане увидели ваши слушатели. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день. Добрый день. Меня зовут. Да, слушаем, задавайте вопросы. Простите меня, господин Ковстон, я немножко отвлекся и, может быть, не слышал ваш ответ на аналогичный вопрос. А тут все российские СМИ пишут об ужасных нарушениях на территории самой Украины. Я не говорю о том, что не были участки открыты на территории России. Но, насколько я понимаю, никаких серьезных нарушений не было, судя по тому, что никто не кричит о том, что выборы были фальсифицированы или что-то в этом духе. Хотелось бы услышать об этом. Спасибо. Да, ну, вначале вы уже говорили о том, что не было таких серьезных нарушений. Да, конечно. Европарламент, ОБСЕ, все вот организации, уважаемые, заявили, что выборы были свободными и конкурентными, поэтому тут нечего комментировать. Оппозиция России была известна еще задолго до голосования, поэтому обсуждать тут тоже нечего. Еще звонок примем. Здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте. Еще раз один вопрос у меня. Как он относится, господин Ковстон, как вы относитесь к венесуэскому сценарию? В том плане, что если президент Украины, будущий вдруг, не перестанет устраивать своим поведением в Соединенные Штаты Америки, в Соединенные Штаты Америки проведут на территории Украины ту же самую историю, которую они провели в Венесуэле. Объявят с Питера Верховной Рады президентом, а потом, если не будет, значит, подчинения, начнут отключать атомные электростанции со всеми последствиями, которые были в Венесуэле и, ну, и, скажем, Чернобыль. Да, спасибо вам. Знаете, ситуация в Венесуэле – это особый случай. Узурпатор Мадуро возбудил уголовные дела против своих конкурентов на так называемых президентских выборах и не допустил их к выборам. Поэтому, еще раз повторяю, Мадуро возбудил уголовные дела против лидеров оппозиции и не позволил им участвовать в президентских выборах так называемых. Поэтому эти выборы не были никем признаны. Это просто факт, который отметили не только США, но и Евросоюз, Япония, вообще все страны мира, которые разделяют ценности демократии. Поэтому здесь нет никаких аналогий. На Украине участвуют все, кто хочет, 39 кандидатов в президенты. Поэтому отношение к Мадуро – это отношение к узурпатору. Отношение к Украине – это конкурентные свободные выборы. Точка. Елена Кураева спрашивает у вас в Фейсбуке, почему Украина убивает мирных жителей Донбасса, а почему не сидят те, кто сожгли одесситов и не понесли наказание? И что такая у них за демократия, где сажают журналистов? Я мне, знаете, опять набор пропагандистских клише. На территории Украины есть анклавы, которые ведут вооруженную борьбу при поддержке России, российского оружия, танков, сотни единиц бронетехники против законной украинской власти. Они стреляют каждый день и убивают наших военнослужащих. Это факты. Поэтому против России введены санкции. Кто с кем воюет? Мы являемся жертвой агрессии. Обсуждать здесь нечего. Что касается случая в Одессе, то там идет суд. Когда будет приговор суда, тогда будем его обсуждать. Точка. Вот вы, по мнению людей, которые смотрят политические ток-шоу, являетесь одним из самых известных украинцев в России, может быть даже в мире. Участвуя в политических ток-шоу, вы не чувствуете... Чувствуете ли вы ответственность за то, что вас ассоциируют в первую очередь со всем украинским народом? То есть, считаете ли вы, что вы достойно представляете Украину сегодня на таком уровне, масштабе? Знаете, наверное, это самый такой ценный вопрос, и я благодарен за него. Безусловно. Я всегда опираюсь на официальную позицию Украины. Я внимательно отслеживаю заявления тех, кто имеет право говорить от имени Украины. Это президент, премьер-министр, министр иностранных дел. Три человека. Я пытаюсь аргументировать свою позицию интересами Украины. Я никогда не скатываюсь, знаете, каким-то непроверенным аргументом. Я пытаюсь тогда просто сказать, нет, я не знаю, мне это неизвестно. Ну, то есть, я понимаю свою ответственность. Хотя никакой связи с официальными властями Украины у меня нет. Но так распорядилась судьба, и я чувствую свою ответственность. Больше ничего. Ну что ж, спасибо, что нашли время и вышли в прямой эфир программы «Абонент доступен». Украинский политолог Вячеслав Ковт, он стал гостем программы. Спасибо вам. Всего доброго и до свидания. До свидания вам. Спасибо. До свидания.